Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Татьяна Ставилова. В начале коротко о главных темах. С 1 апреля пенсии могут быть проиндексированы на 4,2%. Пожилые граждане отмечают, что этого недостаточно для покрытия основных нужд. В селе Кангас произошел акт вандализма. Власти и жители населенного пункта говорят, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Как избежать чрезмерной задолженности, это обсудили студенты Камрадского государственного университета и представители банковской сферы. С 1 апреля пенсии могут быть проиндексированы на 4,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. Как к этому отнеслись жители автономии, узнавал Наталья Андреяш. Правительство объявило о повышении пенсии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. Данные по инфляции на конец года показывают, что у нас инфляция составляет 4,2%. Поэтому этот показатель определяет уровень индексации пенсии в этом году. В прошлом году пенсии были проиндексированы на 15%. Но как появилась эта цифра? Пенсии индексировались только потому, насколько увеличились поступления в бюджет социального страхования в 2022 году. Жители преклонного возраста отмечают, что после индексации равной 4% надбавок не хватит на нормальную жизнь. Скажите, пожалуйста, сколько вашей пенсии? И хватает ли она вам? Две тысячи. Нет, не хватает. Конечно, не хватает. Услуги платить, лекарства взять или кушать. Вы слышали, что сейчас поднимут пенсию? Да, на 4,2% что это пенсия. Очень мало. Моя пенсия 2,100. Очень маленькая пенсия. Для нашей прожиточной совсем, это совсем ничего. На них ничего не купишь. Я сама гипертоник, сердечница. Всегда нужны постоянно пить каждый день, каждый день на таблетке. Лекарства, лекарства, лекарства. Без этого не прожить. 4,2% но это очень мало. Это категорически ничего. Это ничего. Для того, чтобы прожить, сколько, на ваш взгляд, необходимо пенсионеров? Чтобы прожить, хотя бы 6 тысяч иметь. Может быть, еще как-то человек будет выживать на эти деньги. Это вообще не что. Газ, услуги, это все вообще. И какие цены подняли этот газ? В 7 раз больше. Не устраивает меня пенсия в сегодняшний день. Маленькая пенсия. Все дорого. На хлебушек только хватает. Это очень мало, очень мало. В прошлом году сказали на 30% это, подняли только на 15%. В этом году вообще 4%. На следующий год, наверное, вообще не дадут. На одну пенсию прожить невозможно, поэтому я и работаю. А есть трудности, потому что очень дорогие лекарства. А мы, люди в возрасте, всегда нуждаемся, к сожалению. Живем в основном и работаем на лекарства. Лично моя меня устраивает. Я работала в свое время, хорошо поработала. И поэтому сейчас у меня более-менее такая пенсия, на которую я могу вытянуть. Не хватает. Не могу сказать, что здесь пенсия. Это не пенсия. На лекарства только можно. Для пенсии нет. Это в общей копейки. Это ничего не изменит к лучшему. Все дорожает, а пенсия 4%. Это очень мало. Откуда она будет хватать? 2 800. Если только услуги 2 800. А на медикаменты, а на пропитание уже говорить не о чем вообще. Если бы еще не дочь у меня, то я бы, наверное, не знаю. Конечно, недостаточно. Хотя бы процентов 20 – это другой вопрос. Хотя бы уже. Как сказать. Но 4,2 – это очень мало. Это совсем мизер, скажем так. На что будет хватать? Ни на что. Размер пенсий недостаточен, так как граждане долгие годы вносили свой вклад в развитие страны. Сегодня каждый третий пенсионер живет за чертой бедности, отмечает депутат парламента Молдовы Регина Апостолова. Минимальная пенсия – 2600 леев, а потребительская корзина для жителей сельской местности – 3900 леев, а для городских – 4 600. Ниже суммы в 2600 леев, ниже минимума, получает в нашей стране более 120 тысяч наших пенсионеров. 120 тысяч – почти из 700 тысяч пенсионеров. Сколько у нас пенсионеров по старости и по инвалидности? Считайте, каждый седьмой. Каждый седьмой получает меньше минимума. Регина Апостолова подчеркнула, что согласно статье 47 Конституции Молдовы, государство должно обеспечить достойную жизнь пенсионерам. Инфляция съест и эту индексацию, и не подавится. 4,2 процента. Если пенсионер получает 2000 леев в пенсию, он получит надбавку сколько? 84 лея. А ведь не у всех пенсионеров и 2000 леев в пенсии есть. В 2024 году в Республике Молдова пенсию по старости получают 530 тысяч 643 пенсионера. Природный газ для конечных потребителей может подешеветь. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало проекты решений относительно корректировки регулируемых цен и тарифов на поставку и распределение природного газа в контексте обязательств по оказанию общественных услуг. Пишет ТВ8. Проект рассмотрят на открытом заседании Совета директоров в ближайшую среду. В НРЭ уточняют, что помимо запроса на утверждение регулируемых цен на природный газ, полученного от Молдова газ, агентство также рассматривает запросы на утверждение тарифов для 12 операторов системы распределения природного газа. Таким образом, тариф может снизиться чуть более чем на 3 лея. Сейчас 1 кубометр газа обходится бытовым потребителям в 18 леев 7 банов. Правительство на встрече с фермерами 20 февраля предложило механизм поддержки аграрии в пострадавших от кризисов последних лет. С 1 марта любой из них сможет получить срочный кредит до 500 тысяч леев на выгодных условиях, которые гарантирует государство, было отмечено на встрече. Согласны ли с этим аграрии в нашем сюжете? Встреча премьер-министра Дарина Ричана и министра сельского хозяйства Владимира Боля с фермерами страны длилась несколько часов. Глава Кабмина напомнила о том, какая помощь оказывается сельхозпроизводителям из госбюджета. Правительство знает о проблемах фермеров и всякий раз предлагает меры поддержки. Мы выделили из интервенционного фонда Кабмина 50 миллионов леев на компенсацию агрария, пострадавшим от засухи. Только за последний год мы выделили почти 2 миллиарда леев на субсидии и другие виды помощи в сельском хозяйстве. Блокировка таможен и дорог не помогает решить проблемы сектора, только создает новые. Правительство предложило вариант решения проблем фермеров, к которому можно будет прибегнуть с 1 марта этого года. Сейчас идет речь о другой мере. 500 тысяч леев, которые можно будет получить на условиях, которые гарантирует государство. Говорим об аграриях, которые не имеют возможности начать сельхозпроизводительный год. Сейчас будем продолжать обсуждение об остальных видах возможностей, которые мы можем применить для других фермеров. Деньги смогут помочь с покупкой топлива, удобрения и запчастей для сельхозтехники. С предложением правительства фермеры не согласны. Фермеры переводят срочные кредиты, направленные на сельское хозяйство. И они имеют ряд преимуществ для сельхозников. И, например, то, что к проценту кредита будет возмущаться государству. Но, опять же, насколько это поможет сельхозникам, не, допустим, 500 тысяч кредитов, когда мы отмечаем, что этот кредит поможет сельхозникам, у которых 100-200-300 гектар. А тем, у кого 500, допустим, 400-500 и выше, 500 тысяч на сегодняшний день для оборудования средств очень мало. В начале февраля молдавские аграрии вновь вышли на протесты, требуя финансовой поддержки от государства для компенсации убытков мелким и средним фермерам, которые больше всего пострадали от кризиса последних двух лет. В день переговоров, 20 февраля, акции протеста продолжились в том числе и возле контрольно-пропускного пункта на Молдавской границе. Для поддержки протестующих в Кагуле направлялись и аграрии из Чадерлунги, но правоохранители остановили их по дороге. С Чадерлунского района мы ехали в Балаваны. Нас остановила полиция. Не пускают. Да, еще сказали, что комиссар должен подъехать. Вот. Снимаю видео. Отправляю вам. Значит, мотивирует тем, что сказали не пускать. Как пишет рупор МД, в главном инспекторате полиции сообщили, что аграриев останавливают из-за нарушений правил дорожного движения. И правоохранительные органы вмешиваются не только в дела фермеров. В селе Кангас неизвестные совершили акт вандализма на памятнике Ленина. Он расположен на территории Центра помощи беженцам. Представители Центра отказались от комментариев. Жители села Кангас возмущены произошедшим. Полиция начала расследование, чтобы выявить виновных. Подробнее в сюжете Олега Лотко. Жители села Кангас выразили обеспокоенность появляющимися случаями вандализма. Они считают, что необходимо уважать исторические памятники. Очень плохо, что такое происходит у нас. Но как бы то ни было, это история. Это личность, историческая личность. Это неправильно, в принципе. С одной стороны, это наша история, память. Я думаю, что не надо к этому относиться просто спокойно. Конечно, власти должны отреагировать, я думаю. А те, кто там это все сделал, я думаю, должны понести какое-то наказание, наверное. Мое мнение, это надо все восстановить. Ну, я думаю, что там есть в любом случае сторожа есть. Пусть и камеры поставят как-то, чтобы тоже, чтобы видна была их работа. Может, пусть полицию подключат и найдут. Найдут. Я думаю, что если штраф заплатит кто-то, в следующий раз никому не захочется опять так же сделать. Факт вандализма прокомментировал примарь села Кангас Михаил Есир. Полиция документирует данный случай, чтобы привлечь виновных к ответственности, сообщил начальник общественной безопасности инспектората полиции Петр Крестиогла. По факту повреждения лицевой части памятника Владимира Ильича Ленина, расположенной в центре размещения беженцев села Кангас, могу пояснить о том, что сотрудники инспектората полиции при просмотре соцсетей было замечено, что имеется данное повреждение, где незамедлительно был зарегистрирован данный факт в инспекторате полиции Камрад. На данный момент проводятся проверки в цели установления лиц, причастных к повреждению данного памяти. При установлении будут привлечены к ответственности. Штраф за акт вандализма составляет от 37,5 тысяч до 47,5 тысяч леев или неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет. Олег Глотко, Вячеслав Кысар, Тём Топал, Новости ГРТ. Жители Молдовы берут кредиты с целью улучшения условий жизни, покрытия крупных или непредвиденных расходов, инвестирования в продуктивные покупки. Чтобы в дальнейшем избежать возникновения чрезмерных задолженностей, коммерческие банки тщательно изучают кредитоспособность своего клиента, однако этого не делают микрокредитные организации. В целом об этом шла речь на лекции для студентов экономического факультета Камрадского государственного университета. Мария Статова с подробностями. У студента второго курса экономического факультета Сергея Новаковского уже есть опыт оплаты кредитов. Порой даже приходилось брать в долг, чтобы внести ежемесячный платеж. 10 месяцев, чтобы обновить телефон. И брал не на свое имя, но выплачивал. Были задержки со стипендий, и пришлось в долг брать немножко. После пройденного опыта Сергей твердо уверен, что покупать технику в кредит он уже вряд ли будет, но рассматривает вариант приобретения жилья. Мы у ипотечный, скорее всего, буду брать в будущем. Тем более, допустим, можно взять ипотеку и сдавать жилье. Это же и проще будет выплатить, и в большой, так скажем, минус не уйдешь. О преимуществах и рисках кредитования и о том, как избежать задолженности, Сергею и его сокурсникам рассказали сотрудники из эксперт-групп. По мнению декана экономического факультета Людмила Тодорич, сегодня сложно представить экономического агента или семью, которые никогда не брали кредит в банке. Мы хотим подготовить наших студентов, чтобы они знали, что это такое, чтобы они понимали, как вести себя в ситуациях, когда ты имеешь дело за должностью, какие это несет последствия, какие это несет риски и какие это несет дополнительные преимущества. Отдельное внимание специалисты уделили теме ответственного кредитования, которая предполагает оценку кредитоспособности клиента. Обычно коммерческие банки очень тщательно оценивают кредитоспособность клиента. У них процедуры занимают больше времени, конечно, но и риски меньше при этом. Чаще всего проблемы возникают с микрокредитными организациями. Это в основном прошлое, когда не было вот этих правил, не было вот этих ограничений, и каждый делал, что хотел. После этого в 2022 году государство приняло вот эти ограничения, и это подействовало. Вопросы финансовой грамотности особенно интересны для студентов экономического факультета. Однако с последствиями задолженности должны быть знакомы все, считает ректор Коммерского государственного университета Сергей Захария. Последствия финансовой задолженности огромные, и они влекут за собой возможные риски. Лично для вас, а вы знаете, что они могут повлечь за собой уголовную ответственность, административную ответственность и иные виды ответственности. После проведенной лекции студенты могли поучаствовать в викторине, а затем обсудить полученные знания во время кофебрейка. Мария Статова, Владислав Добачук, Артем Табал. Новости ГРТ. В Молдове проходит зимний кубок 2024 по футболу, в котором принимают участие 8 команд. Чадрелунгский футбольный клуб «Саксон» за тур до окончания соревнований стал обладателем трофея. Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Гагаузии. Одержав победу над командой «Спартаний» с минимальным счетом на выезде 0-1, досрочно стал победителем зимнего кубка. Основной конкурент «Зимбру» потерпел поражение и лишился возможности побороться за кубок. В зимнем кубке принимают участие 8 команд. «Зимбру», «Виктория», «Дачия», «Баюкань», «Саксон», «Флорешт», «Искра», «Спартаний», «Универ». Соревнования стартовали 31 января и должны завершиться 22 февраля. Молдавский борец Валерий Умирча завоевал титул чемпиона на международном турнире по смешанным единоборствам, который прошел в чешском городе Либерец. Мирча выступал в весовой категории до 70 кг. Валерий Умирча, известный также под псевдонимом, в «Солид Револф» одолел своего соперника, чешского бойца Лео Брихта. Поединок между ними был одним из самых ожидаемых. Мирча считается топовым европейским бойцом ММА. На его счету множество побед и рекордов на чемпионатах по борьбе. Одной из первых с победой Мирчу поздравила его жена, тоже борец вольного стиля Анастасия Никита. «Не могу передать радость, которую я испытываю в этот момент. Я знаю, что ты прошел через многое. Как тяжело тебе было, скольким ты пожертвовал, чтобы получить этот пояс. Настал твой момент славы, который ты заслужил и которым должен гордиться», – написала она. Напомним, недавно Никита возглавила рейтинг лучших борцов мира среди женщин весовой категории 57 килограмм. В завершении выпуска о погоде. В Гагаузе ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха. В Гамрате днем составит плюс 9 градусов, ночью плюс 1. В Чадролунге днем плюс 9, ночью 0 градусов. В Вулкане Аштах днем 9 градусов тепла, ночью 1 градус выше нуля. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok